Я самому сторонам Тайского Зрая отвечаю в 17-ти веке с начала ее восстановления. Что нам говорит Слово Божие о восстановлении, о возвращении жителей? Какое наследие Бог дает? Оказывается, и об этом все в Библии сказано. И нам надо только это узнать и постараться войти в эту колею. В Библии 31 глава 3 стих. И сказал Господь Иакову, возврати в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. На родину многие возвращаются, а кому обещано от Бога, что Бог будет с ним? Вот на это надо особое внимание обратить. Можно возвратиться, а некоторые скажут, что это не моя родина, у Израиля была родина. У каждого человека есть родина. Если бы люди возвращались к родине, то в Алтайском крае, у меня, правда, данные устаревшие уже, лет 7 назад было, 360 сел на Алтае было полностью уничтожено. 360. Сейчас, видимо, это за 400 уже зашло. Если бы все из своих сел возвращаться начали, пусть бы маленькая искорка, ну вот так, даже на своих каких-то началах, там, ну не верующие, а общество, спортивных людей, земля, чтобы начала подоносить. Люди говорят, тут важная партия такая, такая, никакая партия не нужна, а оградная. Люди, труженики земли. Вот что составляет костяк нации, ее независимость и все остальное. Ничего нету, но и все кончилось. Пойдут за подачкой, любому не пойдут, а поползут. И на любые условия согласятся. Иакову Господь сказал, возвратись. У русских людей чувство Родины потеряно. И потеряно в абсолютном большинстве, как у чувства семьи. Ну, статистику, если не знаете, я просто скажу, что сегодня количество разводов, первые примерно два года, те, которые в ЗАГСе, 80% с лишним. Напоминаю, что Крупская говорила, 17% развода национальная катастрофа. Ну, что тут доказывается? У каждого есть Родина. Ну, если едут, только еще где-то кладбище сохранились. Ну, едут с бутылками погулять. Опять же, туда эта пьянь вся собирается, остатки еще доуничтожают природу, подожгут еще уедут, по покосам пройдут на машинах. Израиль так не поступал. У них была только одна мечта вернуться домой. Вот образец избранного народа Боидраиля, я говорю, по Вестному Завету покажем, должен быть в каждом человеке. Вернуйся на Родину Отцов. И дым отечества нам сладок и приятен. Кому он дым отечества? Он в угарной машине там в городе дышит. Да у меня Родина там, где Родина твоя, а где ты сейчас находишься? А что ты для этой Родины сделал в духовном плане? Как ты помог этому наследию Божию детям стать? Что ты для этого сделал? И не мне отчет давать, а самому себе. Раз в год. Пророк Иеремия, это за 700 лет до Рождества Христова, 2700 лет назад, 22.27 говорит, а в землю, куда душа их будет желать, возвратите. Сюда они не возвратятся. Я их накажу этим, они будут рваться, но этого не будет. Мне одна рассказывала, я записала ей на магнитопонке в годы, как их раскулачивали, как их ссылали. Но у меня, говорит, зять был комольский работник, дочка за него вышла, и она осталась тут. Ну, душой-то она с нами. И она достала документы какие-то, ее эти заставы, которые раскулачены там державы, как потеряю, пропустили. И когда сказали, что Нью-Йорка из такой-то деревни добралась туда, люди бросались, говорит, в эту реку и плыли навстречу. Ну, не широко там, река какая-то. Плафали и кричали, ты хоть шепочку одну привезла с родины нас. Я был в синодии в Нью-Йорке, он патриот. Да, он, и родину-то не видал, он от родителей его наследовал. А может быть, увезен ребенком был. И он перед смертью, приезжавшим людям, там уже студенты начали приезжать, уже годы перестройки, и он просил все время, горсточку земли мне с родины, с Курской, привезите, чтобы на могилу мне высыпали. Это не просто ностальгия, это законное чувство, которое Бог приложил. Вот старый человек часто начинает страдать головокружением, спотыкается, вот, видите, у него на руке пьяс, для живого начальника, мог бы выйти, нет, это земля свое дает усидеть, это возврат, откуда ты взялся. Надо смотреть на все философски, то есть, разум, своим постигать. А что в этом заключается? Вот и имеющий 44-28 говорит, и только малое число возвратится из земли египетской, земли иудейской, и узнает все, чье слово будет самое или их. Наши патриоты, которые сдали особый закон, сейчас государственная программа по возврату людей из-за миграции. Я пришел в миграционный пункт, я говорю, почему ваша программа не работает? Все-таки президент подписал и все. Там поставили такие препятствия из 25 миллионов людей, ближние даже зарубежные, едва ли вернулись, говорят, тысячи, может быть, две. И стараются обобрать, у кого что есть. Если поселяют, начинали фермеров, которые поджигают, ну и бросили, ничего не могли сделать. Несколько раз сожгли, не в нерву. Мы живем в стране, где не только есть чувство Родины, а чувство желания лучшей жизни. А только вот на один день оторвал, а дальше что будет? Я вот как не верил в этот птичий гриб, я не верил, что это есть. Это обман все. И сегодня открыто в этом пишут. Это международный заговор. Уничтожить наше террическое хозяйство, но, конечно, они дешевле. Недавно выступение прослушивали, во что обходится нам, ну, допустим, за килограмм мяса. В коммерческом счете получается 80 рублей. Ну, перевести в доллары, получается где-то 5 долларов почти. 5 долларов. Спрашивают, а там сколько в Индонезе? 20 центов, 20 копеек. Ясно, что они нас задушат. Там государство вкладывает в сельское хозяйство до 92 процентов. То есть, вот ты, сельский труженик, истратил 100 рублей, 96, государство не за что, просто тебе деньги переводят, и все, что тебе, горючее можно было взять, заземное рассчитать. А у нас 1 процент. Ну, и что это еще не дадут? Пока ты едешь, ты больше на машине прожжешь. Значит, у нас сверху надо новый президент 2 битвы, и усердь, и о нем молитесь. Сегодня все толкуют, он еврей, жена-то точно уже еврейка, евреи дело, евреи мудрый народ. Ну, чтобы он понял, что кроме Израиля еще есть и Россия. И нам здесь жить. Я его совсем не знаю. Я знаю только одно, что без боли Божьей он бы не пришел к власти. И прежний царь, он на большой должности остался. Из-за него надо усилить молитву. Чтобы Бог дал им хороших советников. Чтобы они помнят, что они смертные. Что это Родина, Земля, и их когда-то примет. Чем они придут? Мы пришли туда возблагодарить Бога, что чудо Божье совершилось. 17 лет тут были люди, приезжали, уезжали. Но, несравненно, легче сегодня. У нас официальный статус. У нас электричество подведено. Один человек останется, и государство не закроет здесь такой закон. Пока официально не поступит сообщение, ни одного человека нет. Я в краевой администрации был, узнал. Люди закрывают, уезжают. А в Америке поехали, спрашивали, в Голландии. Ну, мы были немного, например, 50 фермерских хозяйств. Все до одного, дети учатся в аквариумах, институтах, и все их наследуют землю. Они держатся за землю. Это питание. У него нормальная достатка будет. Все у него здесь. А потеряйте вопрос, а куда дети? Ну, дети вырастут вот эти вот. Где они? Будут потеряйте. Да зачем она им нужна? Это дыра. Да где еще тебя преследует? Да, да, обворует на каждом шагу. А вот надо сделать так. Несмотря ни на что, положить на сердце, Израиль любил твою землю. Здесь могилы наших отцов. За могилы насмерть дрались. И ни за что так не дрались. Даже язычники вспоминали минувшие дни. Это сказка, в сагах, сказаниях, везде, чувства родины, земля. Смотрите, как за карабах бьются Азербайджан и Армении. Чтоб только отошло к ним. Вы думаете, случайно, это, Кахетер, всякие, Грузия бьется за свои. Земля. Разрушение. Это так вот, это все из-за земли. Ни о чем больше. А здесь понятия никакого нет. Даже земля, огороженная, все получал, пил, ел, макул, рукой поехал. Ты не забывай, я тебе сейчас расскажу, что ты теряешь. Наследие это не то земля и ограда. Наследие дети, которых тебе там может никогда не воспитать. Книга Исход, 6 глава 8 стих считаем. Господь говорит, я введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать Аврааму, Исааку, Иакову, и дам вам ее наследие. Я Господь. И Господь подвел и показал Моисею, вот это та земля, куда веду. И они увидели, земля как рай. Но там же, Господи, люди живут. А кто живет там? И Господь начинает перечислять Гердисея, и начинает перечислять через земляне. Как? Там два народа нет, слушай дальше, там третий народ еще живет. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, семнастый живет на этих местах. У них жилища, у них виноградники насаждены. А как мы-то зайдем? Сейчас подвели бы куда-то нам, живой дом. Это тебе. Ну как я зайду? Там же люди живут. Каждый будет драться. Попробуй у тебя сейчас из квартиры-то выковызнуть. Ты же будешь насмерть драться. Эти люди также драются. Господь сказал, эти люди, которые здесь живут, все в народности, они же ни родителей не почитают, дети возничают, развратничают, воруют друг у друга. Эта нация не должна жить, и Бог ее спихнул просто с этой земли. Семь нации. А еврейский народ вообще это скотоводы. У них не было воинского навыка, ничего. Они в бою, говорят, на одну винтовку 20 человек. Победили всех. Война идет. Второй год, и ни одного убитого, ни одного ранения. Так не бывает. Бог бросает камни с неба и побил больше. Лес, отступающие войска идут, деревья падают. Это сказка только такое есть. Но Библия говорит, что именно так. И лес побудил больше, чем было в сражении. Нас Бог защищает чудно. И так защищает, если все по порядку рассказывает, невидимые стороны мы не видим. Сколько к нам ночи приходили, как у нас и батюшка ночью вышел с собакой погулять. Вдруг слышит разговаривание. Ночью, кто? Чужие. Я один раз смотрю с мешком из этого склада туда вниз. Пока чего уже нет. Но я знаю, куда-то морозез. Тут у нашего богача мука есть. Он работает. Он кормит не только государство на вещи по морозезу. И ничего. И они его увидели, это больше не пришли. Вы знаете, как воровали, насос и все. Бог нас хранит на этой земле. Эта земля обетованная. Она благословенная. Псалом 77-55. Господь прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им и поселил в шатрах. И в готовые дома вошли, все. Виноградники посаженные, туалеты выкопанные, колодцы вырытые. Сидите и живите, но не грешите. Будете грешить, я вас смету всех, Господь. А они научились от этих людей, дочерей твоих стали выдавать за этих языческих, они же здоровые, сильные народности. Их дочерей стали за своих брать и научились всякому худому делу. Их комсомолок, они красивые, спортивные. И все полетело с этими ногами. И Бог их вымел отсюда всех из Раиса. А когда стали плакать, опять вернулся. 80 лет пожили, опять развратились, опять перестройка, опять их вымел. Не понимаешь, Бог тогда вывел их на 70 лет в Бавилон. И они там рыдали и плачали. И там они развелись, евреи везде евреи. Они там к рукам все прибрали, свои банки по тогдашнему построили. Но вернули мы опять. И государство Израиль снова в 1948 году заново восстановилось. И сейчас смотрите, ведь эта узкая полоска земли пальцем даже положить негде. И вокруг весь мусульманский мир ничего не мог сделать. Миллиард. А у них там всего 13 миллионов. И при том, каждое утро встает, еврей только об одном думает, как бы кого обмануть. Соже не вояки. Но Господь сохранил эту нацию и до конца сохранил. Это не мои слова. Это слова еврейского банкира, еврейского олигарха. Каждый еврей с утра до вечера только об одном думает, кого обмануть, а их там 5 миллионов на одном, говорит, угнул, живет. Деяние апостолов 13,19. Господь истребил всем народам в земле Ханнамовской, разделил им наследие земли их. Апостол Павел поворачивает теперь нам, как мы должны и за что бороться. Иоанне 3,20-32. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему задать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. наше наследие это Вел Христа и Священная Библия. И Господь нас передает вот Библию, читайте, вот вам руководство, не Конституция страны, Конституция вся входит в Библию. Вы считайте, там найдете. Конституция это самые последние срочки, главное для Бога. Конституция не учит меня, как поститься, молиться, последнее жертвовать. Я веду вас в наследие, которое я вам даю. Наследие не в ДМС, если вы куда-то уехали, вы можете там больше нужны будете. Вот смотрите, раньше верующих сажали, а сегодня ни одного верующего на веру не сидит. Хорошо или плохо? В этом плюс, но в этом есть отрицательный момент. Раньше сажали за то, что в армии не служишь, пачками сажали и говорили, а сегодня антиржативная служба, принято в Думе закон, пожалуйста, ты будешь служить не год, а, допустим, два с половиной года, и будешь ухаживать за больными, за заразными, тебе найдут работу, за свой счет квартиру там будешь снимать, тебе очень тяжело будет, но можно служить. Хорошо, но зато я не нарушил мою волю, я не давал плятву, оружие не брал, и перед удастом невиновен, и все, в этом тоже отрицательное есть. Вот мы отдельно потеряем, как хорошо, никто не пьет, не курит, не вытерится, ну пьет-то на све, недолго будет пить, помрет, один там какой-то, ничего не делаешь. И в этом тоже нет положительное и отрицательное. Во всем то, что я назвал отрицательное то, что верующая закладка. В армии нет, сегодня там никто не обращается. А тогда уходя из армии, я с тобой сообщил, я был в армии, если бы я знал о Боге-то, сколько было, ты с кем знаешь-то, ты работаешь, каждому неверующему, с компаньону, ты теперь можешь рассказать о Боге, встречать им, засвидетельствовать, подарить Евангелие. Кто от нас уехал, зайдите, я ему Евангелие подарю, чтобы вы там не были с пустыми руками. А вот этого сегодня никак людей нельзя взять. Это понимают уже глубоко верующие люди. В этом хорошем оказалось много нехорошего. Сегодня никто в тюрьме о вере не слышит, кроме приходящих в воле. Я прихожу, но что я? Пришел и ушел. Они же понимают. Это наше наследие. Наследие это страна, и оно должно прийти к ней с божественным наследием со Словом Божьим. 1 Петра 1,4 Господь призвал нас к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. То есть у нас все открытый там счет на небе, и туда все идет. Кому ты сделал добро, доброе слово, пожертвовал. Для нас то наследие, не это только земля. Конечно, здесь удобнее всего детей воспитывать, особенно. Занимные наблюдения, сохранить. Сегодня, посмотрите, пишут газеты, ужас один. Как эпидемия, воруя детей, педопилы, а слово педопил это прекрасное слово, его как изуратили. Это педагог, что означает? Учитель. И пилот слово любить, любить детей. А сегодня слово любить означает извращенец. Он насилует, убивает детей. Быть педопилом в полном смысле это великое дело. А сегодня даже сказать страшно, это как так? Ну, просто люди не знают где нет слова. Ну, это открой слова, иностранное слово, прочитай. Такого значения этого слова не было. Чтобы воровать детей, насиловать, для нас общастия, продавать, этого не было. Ни в одной стране мира никогда не было, что сейчас здесь делается. Просто не существовало. Ты скажешь, было. Ну, открой, открой историков, Костомарова, открой Соловьева, покажи в литературе, где это было. Убивать убивали, Раскольникова были, но этого никогда не было. Чтобы с таким предрением своей земле относиться, как ее загаживают. Вы просто подъехаете к какому-то городу, как Круссу, километров, наверное, за пять уже невозможно дышать ничем. Земля-свалка. Если сюда придет Китай, он очистит эту землю. Сегодня Япония на первом месте. Я имею самые последние данные. Китай сплотную подошел к занятию не Америка, а Китай. 150 тысяч километров только дорог провожили за последнее время. А это означает, они работают. Я разговариваю с профессором, он вернулся оттуда. Это страна, которая ушла далеко вперед нас. Почему? В пять часов у нас кто на ногах? Ну, сами себе скажите, кто в пять? Если ты рано стоишь, у тебя живот будет поменьше. А у них, говорит, я, говорит, шесть часов, я протираю только глаза, в гостинице, и везде стучат молотки, везде работают. Его вызвали преподавать. Он преподаватель. В Китае. Дубов у вас переехал, везде одна и та же история. На улицах можешь свободно ложиться спать, тебя никто не тронет. Потому что они не нянчаются, они никакие международные не записались, там никакие моратория на смерть и руках нет. Тоже кто бюрократ, бюрократы, собрали 15 человек в одной деревне оказалось. Всех тут же распреляли, поехали дальше. Я не призываю к этому, но говорю, что у Бога это выверено. Мы никак не можем повлиять на нашу обстановку в стране, только молитвой. Притом молитвы очень искренны. Перечисляйте главу администрации района, сельсоветов. Вот я в городе жил, а в ваших работников всех я перечисляю в молитвах. И когда говорят о том, видишь, как ты изменился, а отчего это он такой человек? По молитве. От него никто этого шага не ожидал, от их жертвенности. Притом трезвое установление одного года, может, любой глава администрации. Я на верх этого профессора слышал, который президентом Международной Ассоциации по борьбе с пьянством и плачей, в течение одного года. Притом не нарушая государственной конституции. Это все можно сделать. Надо молить Бога, чтобы дал добрых советчиков. Это тоже скрытые таланты где-то. Послание Крином 8,17. А если мы дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу. Я только с ним страдаю, чтобы с ним и прославился. Одно из основных качеств доказательства, что мы христиане, что мы страдаем за Христа. Я сегодня что сказал, я не думаю, что всем понравится. У меня новые враги появятся, но у меня новые друзья все время появляются. Все время. Потому что я должен сказать, это через поездки к вам в пятницу только, какого часа беседовал с председателем Союза писателей Алтайского края. Люди духовного почти ничего не имеют. И тут же сидит сын, писатель, бывший председатель из полкома края, города я не понял только, фамилия Кулешова. Ему дают мою книгу дать анализ. Я говорю, никогда его не сделают. Нет, подготовить сбор всех писателей поэка полтайского края. Это не тот уровень. Человек должен глубоко вытервать. Это наследие, которое оставляем. Это инструкция, как жить. Как обращаться с детьми. Ты любишь детей? А в чем это любовь выражается? Обидно если ты любишь ребенка, чаще наказывай его. Сейчас детей бьют, здоровь бьют. Не бить, бить нельзя. А наказывать надо. Это не путайте слова. Не в огне с молитвой. Ребенку иногда достаточно пример показать. Я вам говорю, что вчера и сегодняшние моления очень сильно уже отвечают. А все больше пяти минут с ними позанимался. Вы готовьте детей сегодня, чтобы все дети деревенские были в лагере. Я не вещь не год остался до семидесяти лет. Вы будете искать тогда. А наказывать некому, а наказывать лагеря если не был, тем лагер не нужен. Их не воспитать наказание. Я обязательно должен научить детей рано вставать, чтобы они уважали старших, чтобы они умели работать, уважали учителей, священников. Хороший христианин это хороший гражданин. Это не будет развода, не будет всякой пакости, которая сегодня делается. Галаком 3.29 Если же вы христоры, то вы всеми Авраамовы и по обитованию наследите. Я наследие это не только земля, что потеряется в 17 лет, а мы имеем наследие на небе. А некоторые здесь потеряются и получили крещение. Эфесянам 1.18 Это из Библии все. И Господь просветил очи сердца нашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых. Наше наследие на небе, какое оно славное. Там нет смерти, ни болезни, ни воздыхания. И некоторые услышали впервые здесь потеряются. Как я знаю, некоторые приезжают не один год. Вот эти минуты вы их храните у себя. Уезжая, подойдите сегодня ко мне, я вам дам Евангелие. Все, я объяснял сегодня проповедь, некогда. На огромную Библию слово некогда, один раз так отвечает это слово. Некогда. И притом некогда Господь сказал ученикам, которые оккутированы были людьми, помогали, все помогали. И некогда было даже пообедать. Заходят, отделитесь отдельно в кустах, поешьте. Вот и все. А у нас некогда, что большое хозяйство, ты занятый, работник, да, все у тебя есть, но ты умрешь. Ты же умрешь, до тебя были председатели, до тебя были начальники, они умерли. Уже сегодня развившийся мэр, развившийся губернатор уже на каждом шагуне вспоминают. А через 20 лет вообще тут новые будут, там новые желают, слава твоей. А если он не спасся, а очень сомнительно, что он спасся, и когда авария какая-то, последнее слово матерное вылетает, как у Гагарина передают. А последнее слово у верующего, прости, Господи. Ты уходишь, прости благословение. Ты взрослый, дома осталась жена, благословите меня. Ты же садись-то машину, отвлеки ее. Столько же аварий, да не по твоей вине они совсем. Тут гибают-то люди, ну не нам, что так. Где-то на огонь, где-то в тебя везутся. Господи, Ты дал мне жизнь, и самое дорогое наследие дети, приведи их на небо. Если они на небо не попадут, ты понимаешь, что дальше это? Это вечность, целая вечность для человека, сегодня он за хладкой идет. И к Ефесянам 3.6, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими на одно тело, и сопричастниками обетования его, Христе Иисусе, под крестом благовествования. То есть мы получаем это наследие через благовествование. Благовествование означает проповедь. Вы услышали проповедь? Пришли. Говорите это другим. И потеряется, пусть она будет источником благовествования, чтобы в духовном плане от нее исходили в уси. Много, мало, ты один остались. Это роль не играет. Главное, что большинство там, где Бог. Мысленно повторить. Большинство и в городе. Не в Мехико, там по два района большинство. А там, где один и Бог, там большинство. И там, где истинная жизнь во Христе и благовествование. И пусть сегодняшний день, как названно, днем потеряется, так искусственно создан, но это имеет основание. чтобы сегодняшний день был днем благодарности, радости во Христе Иисусе. Аминь. Аминь.